Здравствуйте, уважаемые коллеги, добрый день. Прежде всего, хотела бы вас поприветствовать от лица сети отелей IC Hotels в нашей прекрасной и уютной вебинарной комнате. Изначально хочу представиться. Меня зовут Татьяна Сандал, и, соответственно, сегодня мы с вами проведем презентацию по сети отелей IC Hotels, а именно конкретно IC Hotels Residence. Изначально хотела бы задать вам вопрос всем, кто у нас сейчас присутствует, и поблагодарить, конечно же, за организацию нашего сегодняшнего вебинара, коллег. Скажите, пожалуйста, кто-либо из вас ранее знаком ли был с нашими резиденциями? Возможно, кто-то из вас в них ранее проживал. Пожалуйста, дайте обратную связь. Если вам удобно, конечно. Можно, в принципе, я думаю, голосом, можно сообщением. Здравствуйте. Смотрите, отвечу я. У нас были продажи в вашем отеле. Хотелось бы, конечно, чтобы было бы больше. Мы очень хотим этого. Но, в принципе, с сетью IC Hotels мы достаточно знакомы. У нас больше все-таки бронируются не резиденс, а иные отели в вашей сети. Но в резиденс также имеет спрос, если мы говорим о лакшери-сегменте. Рассматриваем. То есть были немного, скажу, броней именно в резиденс. Но я думаю, что сегодня вы расскажете коллегам, почему мы должны сделать акцент продаж на вашем отеле, в чем преимущество из Hotels Residence, ну и, конечно, какие привилегии есть в вашем отеле для наших гостей, которым будем вам отправлять. Конечно. Да, на самом деле хочу начать с того, что гости, которые проживают в IC Hotels Residence, они, в принципе, могут почувствовать себя каждый из гостей именно особенным и иметь возможность воспользоваться VIP-концепцией и многими привилегиями, поскольку абсолютно все категории размещения, которые у нас представлены, обладают широким рядом VIP-возможностей. Я изначально немножко коротко остановлюсь о них и также далее потом продемонстрирую, в том числе вам фотографии наших прекрасных резиденций, каждая из которых подойдет для того или иного гостя в зависимости от их потребностей. Прежде всего, наверняка, когда гости изначально попадают в аэропорт, сразу возникает вопрос, как же добраться до места своего проживания. Вот именно гости, которые проживают у нас в резиденции, они с этим вопросом не сталкиваются от слова вообще, поскольку им по умолчанию предоставляется комплиментарно абсолютно для всех категорий индивидуальный трансфер и из аэропорта, и обратно в аэропорт соответственно. Плюс ко всему, наверное, ни для кого не секрет, что все-таки резиденции – это о более уединенном варианте отдыха для тех гостей, которые хотят иметь определенные привилегии, высокий статус, категории размещения, но и плюс – чувствовать себя более уединенно. Как раз-таки именно IC Hotels Residence такая возможность у гостей есть, они живут, можно сказать, в своем отдельном частном мире, где чувствуют себя гораздо более умиротворенно, чем на остальной территории отеля. Это тоже я могу выделить. Наверное, период пандемии выделил тоже таких гостей. Мне нравятся фразы, знаете, как воробушки-социофобушки, когда есть те гости, которые хотят быть вроде бы в окружении людей, но при этом вот в любую минуту буквально оказаться как будто бы наедине с собой в своем частном доме. Как раз-таки этого и возможность и предоставляют резиденции нашим дорогим гостям. Сейчас мы с вами остановимся немножко поподробнее на каждой из резиденций и идем с вами к демонстрации экрана. Секунду. Итак, я хочу начать с самой минимальной категории размещения. Это наши лейк-виллы и лейк-делюкс, которые представлены в IC Hotels Residence. Выглядят непосредственно резиденции все таким образом. Они находятся ближе всего к основному зданию. Вот буквально за этой чертой вы можете наблюдать именно наше главное здание. И резиденции абсолютно все, лейк и лейк-делюкс, имеют прямой выход к общему бассейну. А в резиденциях лейк у нас одновременно может размещаться до непосредственно шести взрослых. Прошу прощения, до четырех взрослых и двоих детей. А в резиденциях лейк-делюкс до девяти взрослых. То есть на самом деле эта категория подойдет для либо средних семей, либо довольно-таки больших семей, больших компаний, друзей, которые готовы объединиться и при этом, скажем так, возможно даже заплатить немножко меньше, чем за несколько отдельных номеров, но при этом иметь все привилегии и удобства в IP-концепте. Также говоря об этой категории размещения, я отмечу, что здесь была реновация частичная. Сейчас, секунду. Боже, непосредственно как раз вот из моментов очень интересных и необычных скажу о том, что все резиденции, которые у нас считаются резиденциями лейк-делюкс, они расположены исключительно на втором этаже. На первом этаже могут находиться, в том числе, всегда находятся резиденции лейк-виллы. Лейк-делюкс могут находиться только на втором этаже. На втором этаже, конечно, также могут находиться резиденции, в принципе, лейк-стандартные, которые с размещением до четырех взрослых и двоих детей. Но вот делюкс-резиденции, в чем же основное отличие лейк-виллы от лейк-делюкс? На самом деле я бы сказала, что мы сделали такую работу в плане расширения пространства. Конечно же, такая большая по площади комната, которая вмещает до девяти взрослых, большое пространство, оно предусматривает тот фактор, сделанный за счет того, что мы просто объединили, можно сказать, две резиденции лейк-делюкс. В плане удобства и комфорта всем нашим гостям, в принципе, вполне комфортно проживать в этих резиденциях. Вы видите, что даже несмотря на то, что резиденция находится на втором этаже, вот укажу мышкой лестницу непосредственно, вы увидите то, что гости со второго этажа могут спуститься на свою такую платформу и уже с нее перейти в бассейн. Перейдем с вами далее. Непосредственно, что касается в том числе видов основных, в принципе, они таким образом выглядят. Резиденция лейк-делюкс состоит из четырех отдельных спален. Есть гостиная, то есть общее место, где гости могут проводить время. На данном фото вы можете наблюдать детскую комнату. То есть вот вторая детская. Аналогично, конечно же, все необходимые на отдыхе для комфортного времяпрепровождения вещи мы предоставляем во всех резиденциях, будь то халаты, тапочки и импортные банные косметика. Косметика от Илья Ребул у нас предоставляется такого рода бренд. Гостиная очень просторная. Здесь, на самом деле, комфортно может расположиться вся большая семья или компания, которая приехала на отдых, и комфортно провести время. Из очень интересной особенности резиденции хочу отметить, что, в принципе, все абсолютно гости, которые проживают в резиденциях, могут 24 часа в сутки совершенно бесплатно заказывать блюда и напитки по своему желанию. А во всех резиденциях у нас размещены специальные QR-коды, благодаря которым гости могут сочетать QR-код и получить доступ к меню. Непосредственно исходя из меню, которое представлено, гости имеют возможность заказывать то, что там, соответственно, указано совершенно бесплатно в любое время дня и ночи неограниченное количество раз. Есть один нюанс. Гости, которые проживают в резиденциях Lake и Lake Deluxe, могут заказывать блюда, но напитки на резиденцию предоставляются только за дополнительную плату. При этом отмечу, что за счет того, что, в принципе, резиденции ближе всего из остальных резиденций, вот именно Lake Village и Lake Deluxe находятся к основному зданию и в том числе к барам, в принципе, гости не чувствуют никак себя ущемленными в этом плане. Почему я периодически повторяю о том, что резиденции относятся близко к основному зданию? Наверняка вы, возможно, слышали, а может быть, это будет для вас открытием, что отель IC Hotels Green Palace и IC Hotels Residence находятся друг рядом с другом. И вот как раз-таки гости, которые проживают в резиденциях, они имеют возможность пользоваться абсолютно всей инфраструктурой и всеми локациями отеля IC Hotels Green Palace. В том числе отмечу, что гости, которые проживают у нас в резиденциях Lake и Lake Deluxe, могут использовать рестораны а-ля карт комплиментарно, за исключением рыбного ресторана, стейк-ресторана и также мексиканского ресторана. Остальные рестораны для них работают комплиментарно, и то есть по одному разу за период отдыха гости имеют возможность посетить их совершенно бесплатно. Так, я предлагаю вам перейти нам с вами к следующей категории размещения. Это балийские виллы. Балийские виллы у нас представлены несколькими вариантами. Есть сами балийские виллы, есть Бали Джуниор и также Бали Делюкс виллы. Основные отличия у этих виллов в плане определенного дизайна и также по размещению тоже есть свои нюансы. Если мы говорим вообще в принципе о наших резиденциях, хочу отметить тоже важный момент, что резиденции были построены в 2007 году, но в период с 2020 года у нас была проведена реновация, можно сказать тотальная, лейк виллы, лейк Делюкс, она была затронута частично, отреновированы и поменяли свой облик. Поэтому выглядят они более современно, в стильных, приятных тонах, использованы натуральные материалы. Балийские виллы отличаются от остальных, я бы сказала, и тем моментом, что у них практически стопроцентная приватность. То есть если для ваших гостей максимально важно на отдыхе, чтобы их никто абсолютно не беспокоил, будь это проходящие соседи или еще какие-то нюансы, то, соответственно, конечно же, я бы рекомендовала рассмотреть именно эту категорию размещения, поскольку здесь вы можете наблюдать, что практически по всему периметру довольно-таки высокий забор. Если у гостей есть такое пожелание именно на отдыхе чувствовать себя максимально уединенно, то, наверное, как раз-таки балийские виллы будут для этого лучшим вариантом. При этом здесь вы можете наблюдать, что балийские виллы у нас имеют и свои частные бассейны приватные. Они являются неподогреваемыми, но все-таки анталийское солнце довольно-таки быстро и приятно прогревает воду, тем более находятся бассейны под открытой солнечной стороной. И, соответственно, здесь гости могут проводить время и на своей террасе, где в том числе для их комфорта размещены пляжные шезлонги, и также в своем внутреннем саду. Здесь есть и гамак, и, в принципе, все необходимое создано для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Хочу отметить еще один нюанс. Вот, допустим, я ранее сказала о том, что у нас есть меню по QR-кодам, но в зависимости от категории размещения может меняться и в том числе наполняемость меню. То есть если мы говорили сейчас о лейквиллах и лейк-делюкс, там меню было более, скажем так, базовым, то, соответственно, чем выше статус резиденции, тем и меню становится более разнообразным в том числе. Для того, чтобы, соответственно, ознакомиться с меню, гости, повторяюсь, могут считать QR-код, который находится у них в резиденции со своего мобильного устройства, планшета, и тогда уже познакомиться со всеми деталями и разнообразием меню, которое им предлагается. Так, это у нас с вами была Бали Джуниор Виллы. Непосредственно здесь размещение... Подскажите еще, я прошу причине, подскажите, если чем выше категория виллы, тем она ближе к пляжу, или у вас... Я бы не совсем так сказала. Мы с вами сейчас дальше дойдем тоже и до пляжных вилл. Непосредственно самая высокая по категории размещения вилла Superior Deluxe, о которой мы тоже с вами обязательно поговорим, и я покажу, как она выглядит. Она находится, я бы сказала, что между пляжем и между непосредственно основными локациями. То есть она не самая близкая к морю, а пляжные виллы, вы тоже обратите внимание на их особенности, я тоже подчеркну определенные моменты, но именно в плане распределения территориальным не совсем такая закономерность. То есть здесь, конечно, по стоимости те самые весомые Superior Deluxe вилла, к примеру, допустим, высокий сезон, ее цена может достигать более 20 тысяч евро, допустим, за неделю, к примеру. Но здесь большую роль играет именно в ее стоимости это сама концепция и также площадь виллы. Об этом мы сейчас с вами тоже скажем обязательно. Ну, правильно ли я поняла, что вилла Бали, Бали, она находится дальше от пляжа, правильно? Они, да, то есть именно балийские виллы, если смотреть на карту отеля, то они находятся, получается, практически параллельно именно лейк-виллам. Да, вот если у нас стоит, получается, главное здание непосредственно оси Hotels Green Palace, за ним находятся лейк-виллы, лейк-делюкс, и вот параллельно с ними находится ряд балийских вилл. То есть, в принципе, даже гости, которые проживают в лейк-виллах, они могут наблюдать именно балийские виллы, то есть, видите, когда они спускаются и выходят из своих номеров, то есть напротив них они рядышком буквально. В плане здесь, наверное, опять-таки самая главная фишка именно этих вилл – это максимальная приватность. То есть, если у гостей запрос на то, чтобы их никто не видел, чтобы они чувствовали себя максимально уединённо, насколько это возможно, там, может быть, это и по религиозным мотивам, ещё по каким-то прочим нюансам, просто у гостей такое желание, чтобы чувствовать себя максимально уединённо, то как раз-таки балийские виллы – это самый оптимальный вариант. Там даже есть определённые ставни, которые вы можете закрыть абсолютно полностью. И действительно, здесь мы говорим о том, что максимальная приватность у гостей предоставляется. В Бали-джуниор вилле максимальное размещение, возможно, до троих взрослых. Также я покажу вам сами балийские виллы. В принципе, они по своему внутреннему оснащению похожи, но используется немножко другая цветовая гамма, допустим, на стенах. А в оформлении всё, в принципе, примерно аналогичное. Кроме всего прочего, гости, которые проживают у нас в балийских виллах, им предоставляется и джакузи, и, наверное, тоже определённая закономерность. Именно в лейк-виллах, в лейк-делюкс, мне джакузи не представлено. Остальные категории размещения практически все оборудованы, в том числе джакузи, чтобы гости могли приятно и комфортно проводить время. А гостиная выглядит в балийских виллах таким образом. Здесь уже более яркая цветовая гамма использована для того, чтобы гости могли провести время тоже с семьёй. И в том числе непосредственно хочу продемонстрировать вам детали и балий-делюкс виллы. В чём отличие основное балий-делюкс от балий-джуниор, либо же от балийской виллы обычной? В том, что здесь немножко больше площадь. Если в балий-вилле и в балий-джуниор максимальное размещение до троих взрослых, то именно в балий-делюкс возможно до пяти взрослых одного инфанта расположить. То есть, соответственно, чуть больше бассейн и внутренняя территория самой виллы. Тоже со стороны сада вид сверху. Как видите, тоже очень приятные зонты, под которыми в солнечный день, если солнце максимально активное, можно провести время и чувствовать себя комфортно на открытом воздухе. Таким образом выглядит спальня детская. Кровати очень комфортные, ортопедические матрасы, всё эргономически продумано. Наверное, ещё из такого момента, который используется именно в балий-делюкс, здесь есть определённые декоративные элементы, которых нет, к примеру, в балийских виллах и в балий-джуниор, то есть, например, вот такие колонны. Определённые нюансы дизайнерского освещения были продуманы здесь, тоже применены необычные лампы для гостей, которые проживают в этой категории размещения. Дальше я предлагаю вам с нами как раз-таки переместиться в сторону пляжа. Мы сейчас с вами посмотрим пляжные виллы непосредственно. Они представлены несколькими вариантами. У нас есть пляжные виллы с видом, непосредственно с видом на озеро они все находятся, но есть виллы, которые с бассейном, либо же без бассейна. Так, что касается виллы, которые у нас с бассейном. Здесь есть вот такая гостиная зона, в ней гости могут здесь находиться. И также, вообще, когда мы рассматриваем именно пляжные виллы, хочу отметить тот момент, что, наверное, это максимально приятная и комфортная категория размещения для гостей, которые приезжают на отдых, допустим, на время своего медового месяца, потому что они по площади не очень большие, либо же они могут подойти, в принципе, для семьи с маленьким ребёнком. Но если говорить именно о отдыхе каких-то больших семей, то это будет, наверное, не самый лучший вариант за счёт того, что, например, есть джакузи в таком открытом пространстве. Поэтому мы обычно ориентируем на эту категорию размещения гостей, которые приезжают в медовый месяц и хотят провести время приятно, относительно уединённо. Опять-таки, если говорить именно о этой категории размещения, то именно в пляжных виллах у нас приватность здесь такая относительная. Здесь нет таких глухих стен, как, к примеру, мы говорили, в балийских виллах. Поэтому обычно ориентируем именно на эту категорию размещения гостей, которые приезжают в медовый месяц. Здесь непосредственно балийских пляжных вилл их совсем немного, буквально четыре. На общем плане видно, что две из них с бассейнами и две без бассейнов. Они находятся максимально близко как раз-таки к пляжу. И если у гостей запрос о том, чтобы быть ближе к пляжу, то эти виллы прекрасно подойдут. Спальни небольшие, но, тем не менее, есть тоже нюанс, что непосредственно виллы, которые у нас обозначены в бронировании как without pool, там резиденции представлены в формате студии. То есть у гостей, по факту, они находятся в таком студийном пространстве, они заходят, сразу попадают в гостиную, и она же является и спальней. Но если вы видите обозначение, что непосредственно вилла с бассейном, в этом случае там будет отделена сначала гостиная зона, а спальня будет находиться непосредственно отдельно. Вот сейчас как раз перед нами с вами фотография спальни, которая именно отделена, то есть есть зонирование в этой резиденции. Так, джакузи тоже является как раз-таки дополнением приятным для гостей, которые проживают здесь, и как раз-таки поэтому мы и говорим, еще раз повторюсь о том, что рекомендуем на эту категорию размещения для гостей, которые приезжают на недовый месяц, поскольку джакузи находятся в открытом пространстве, это тоже важно учитывать в период, когда вы рекомендуете ту или иную категорию размещения вашим гостям. Но при этом, конечно же, для тех гостей, которые желают не только пользоваться джакузи, но и другими возможностями номера, есть и отдельный душ. То есть в принципе можно говорить о том, что фактически у гостей два варианта использования данной возможности. Подскажите, если у туриста бронируют самую высшую категорию виллы, предоставляется ли батлер? Что касается батлера, да, смотрите, именно если мы говорим о батлере как о помощнике на отдыхе, батлер у нас предоставляется в формате guest relation, то есть они есть отдельный guest relation для всех резиденций абсолютно, но вот в формате именно привязки именно конкретной какой-то резиденции такое не представлено. Тем не менее, конечно же, если возникают какие-то вопросы, пожелания, максимально быстро и оперативно их стараются решить. Опять-таки, больше, чаще всего отели используют понятие батлера, это как, можно сказать, официант, который закреплен за гостями. Вот именно в этом плане как раз-таки обслуживание, которое мы предоставляем в резиденции, они 24 часа предоставляются абсолютно для всех категорий, независимо от типа. Обращу внимание также, что, наверное, в плане вот именно отдельного помощника, да, у нас не выделена эта категория, который был бы закреплен за конкретной виллой, но тем не менее, guest relation, они действительно помогают с теми вопросами, пожеланиями, которые возникают у гостей. И плюс, конечно же, если какие-то, допустим, особый день, либо медовый месяц, концепция для молодоженов, кстати, очень разнообразная, начиная от стандартного украшения номера, заканчивая именно дополнительными пожеланиями, которые возникнут у гостей, они могут быть реализованы как комплиментарно, так и за дополнительную плату. Вот раз уж мы с вами начали говорить о такой категории размещения, как бич-вилла, на самом деле здесь тоже стоит обратить внимание именно на то, что помимо того, что гости, к примеру, если они выберут этот вариант для своего времяпрепровождения в течение медового месяца, конечно же, еще стоит учитывать, что им в том числе будет предоставлена и концепция для молодоженов, главное об этом обязательно нам сообщить, чтобы все это было реализовано. А кроме всего прочего, еще важный момент, который есть во всех абсолютно резиденциях, это гардеробные комнаты. Вот, наверное, как раз-таки я бы сказала, что в бич-виллах она тоже довольно-таки большая в сравнении с основной площадью виллы, то есть на самом деле гости могут комфортно для себя расположить весь свой гардероб, когда они находятся на отдыхе. Так, да, еще какой-то вопрос? Если у вас есть вопросы, рада сразу ответить, в принципе, можем с вами, в принципе, и в формате вопрос-ответ тоже взаимодействовать, либо... По ходу, скажем так, презентации у нас пишут агенты нам вопросы и вот просят еще раз повторить, сколько спален в Бали Делюкс. А в Бали Делюкс у нас получается, что касается в плане спален, сейчас один момент, чтобы я вас не вела в заблуждение, у нас всего две спальни и также зал, непосредственно зал-гостиная. Там на две спальни, то есть одна взрослая, одна детская. Ну и, соответственно, то есть, к меру, если размещение до пяти взрослых, можно расположить дополнительную кровать. Соответственно, в главной спальне, в родительской, располагается два человека, двое детей в детской спальне и плюс можно либо расположить пятого человека, соответственно, в гостиной, либо же в одну из спален доставить дополнительную кровать. Дополнительные кровати у нас в формате евро-раскладушки предоставляются, они тоже очень комфортны для сна и гостям будет максимально удобно. Если есть еще какие-то вопросы, тоже могу ответить. А как же девять человек там размещается, скажите, пожалуйста. Нет-нет-нет, это не в Бали Делюкс, это Лейк Делюкс. Именно до девяти взрослых это Лейк Делюкс. В Лейк Делюкс четыре спальни. Там четыре спальни и плюс гостиная. То есть, соответственно, две спальни с фрэнчбэт и две спальни с двумя отдельными, то есть, с твин-кроватями. Это именно Лейк Делюкс. Это одна из стартовых категорий, соответственно, непосредственно. В Лейк Делюкс размещается до девяти человек. В Бали Делюкс до пяти взрослых и одного инфанта. Я обязательно, да, я с вами, если что, конечно, поделюсь обязательно ссылкой на наши концепции, где подробно прописаны все детали. Если в том числе будут возникать вопросы, с радостью предоставлю уже ближе к концу нашего с вами мероприятия свой контактный номер. Конечно же, можете обращаться и либо контактировать через вас, то есть, как вам удобно. Остаемся на связи в любом случае после нашей с вами встречи. Все не заканчивается. Может быть, только начинается наше с вами более плодотворное общение, сотрудничество. Поэтому всегда будем рады ответить на интересующие вопросы и помочь подсказать в какой-то ситуации, если они будут возникать. Далее предлагаю нам с вами переместиться как раз-таки в категории размещения, которые мы сказали практически в начале. Одна из, пожалуй, самой премиальной категории размещения на президентах – это Superior Deluxe вилла. Superior Deluxe, она у нас имеет три спальни. При этом у гостей, которые здесь проживают, у них есть своя отдельная кухонная зона. Она оснащена всем необходимым инвентарем. Единственный момент, что отмечу, что гостям здесь готовить не разрешают по технике безопасности. Но при этом, если они хотят самостоятельно разогреть какую-то пищу и так далее, то, конечно, такая возможность им предоставляется. Есть при этом вся необходимая утварь, то есть если гостям потребуются какие-либо споловые приборы и так далее, это им предоставляется на резиденцию. Одна из спален выглядит следующим образом. На самом деле здесь, когда мы говорим вообще о резиденции Superior Deluxe, хочу отметить, что у гостей каждая из спален, по сути, является стационарной, то есть у них есть свой отдельный санузел, все необходимое для комфортного времяпрепровождения. То есть на самом деле здесь тоже может одновременно проживать, к примеру, три пары и не беспокоить друг друга встречаться, к примеру, в вечернее время только в гостиной. С другой стороны непосредственно фотография Superior Deluxe и главные спальни. При этом хочу отметить, что две из спален, они находятся в основной части вилы, а третья спальня, она имеет даже свой отдельный вход, то есть она фактически отделена от остальных, поэтому как раз-таки и создается определенное дополнительное пространство. При этом общая площадь вилы Superior Deluxe у нас составляет 396 квадратных метров. Это на самом деле довольно-таки много, и здесь комфортно могут располагаться гости до шести взрослых и двоих детей одновременно могут проживать. То есть, соответственно, для детей могут быть предоставлены дополнительные спальные места, которые будут расположены непосредственно в каждой из спален. При этом хочу отметить еще один важный нюанс, то, что Superior Deluxe на самом деле самая дорогая категория размещения не только из-за своей огромной площади, но и из-за возможностей, которые предоставляются здесь нашим дорогим гостям. Прежде всего, у них прямо на территории вилы есть свой отдельный хамам, которым они могут воспользоваться. Конечно же, заблаговременно до приезда гостей проводится прогрев помещения, чтобы у гостей, скажем так, по приезду они сразу могли воспользоваться данным хамамом. Так, повторимся, что есть джакузи. Джакузи именно в Superior Deluxe представлены в одной из спален. И отмечу еще один момент относительно Superior Deluxe. Дело в том, что мы с вами говорили ранее о бассейнах. Именно в Superior Deluxe бассейн у нас является подогреваемым. То есть вообще дата открытия резиденции – это 1 апреля. А 1 апреля, конечно же, это начало сезона. К сожалению, несколько лет мы наблюдаем, что могут быть моменты, когда погода еще не настолько теплая, как хотелось бы, особенно в начале сезона. Поэтому гости, которые проживают именно в Superior Deluxe, они этим моментом никак огорчены не будут, потому что подогрев бассейна осуществляется. Он подогревается совершенно бесплатно. Но при этом, если гости, которые проживают в других категориях размещения, захотят воспользоваться подогреваемым бассейном, то, конечно же, мы их с радостью приглашаем на территорию Асихотус Green Palace, где есть и подогреваемый бассейн, и в том числе подогреваемый аквапарк, которым они могут, конечно же, воспользоваться и воспользоваться совершенно бесплатно. Еще раз повторюсь о том, что Superior, непосредственно Асихотус Residence и Асихотус Green Palace находятся рядом друг с другом, и гости, которые проживают в резиденциях, могут пользоваться абсолютно всей территорией отеля Асихотус Green Palace, всеми его локациями, комплементарно посещать рестораны а-ля карт, за исключением вот Lake и Lake Deluxe, я отметила, какие рестораны они не могут посещать бесплатно, абсолютно все остальные резиденции, все рестораны а-ля карт могут посетить по одному разу, комплементарно, но и плюс, конечно же, другие локации отеля также. Помимо всего прочего, опять-таки повторюсь о том, что есть возможность заказывать блюда и напитки прямо себе в резиденцию 24 часа в сутки по QR-коду совершенно бесплатно. Мы с вами сказали сейчас, в принципе, о всех основных вариантах резиденций, и хочу обратить ваше внимание, и, наверное, сейчас, когда мы уже сказали обо многом, возникает вопрос, да, все прекрасно, а как же с питанием на территории резиденции, помимо заказа 24 часа в сутки? Дело в том, что для гостей, которые у нас проживают в резиденциях, у нас работает отдельный ресторан, который работает только для них во время завтрака, обеда и ужина. Здесь тоже для гостей по QR-коду они могут сделать заказ разнообразных блюд и напитков, в том числе для них работает здесь 24 часа в сутки бар. И бар, и ресторан называются Mavi, то есть это с турецкого как синий переводится в соизмерении синевой прекрасного средиземноморского побережья. В ресторане, кстати, недавно он совсем был у нас реновирован, буквально в прошлом году, и, в принципе, конечно, резиденции выделяются таким современным стильным свежим дизайном. Здесь наши гости могут проводить время приятное и комфортное. Кроме всего прочего, хочу отметить и такой нюанс, немаловажный, особенно который возникает на отдыхе на море. У гостей, которые отдыхают у нас, именно в резиденциях для них работает и отдельный ресторан, который находится на пляже, бич-снэк, там гости могут проводить время. Но это, конечно же, не все для гостей, которые отдыхают именно в резиденциях, для всех, за исключением Лейквилл и Лейк-де-Люкс, предоставляются комплементарно и пляжные павильоны. Так, сейчас, секундочку. Подскажите, остальные отели а-ля карт есть в резиденции? Или могут они пользоваться грин? Да, они пользуются рестораном а-ля карт именно на территории резиденции, не представлено, но как раз-таки ресторанами а-ля карт гости, которые проживают в резиденции, могут воспользоваться на территории отеля IC Potos Green Palace. То есть за счет того, что они находятся буквально рядом друг с другом, поэтому, соответственно, они могут сообщить своему гастрилейшену о том, что они желают посетить ресторан а-ля карт на территории IC Potos Green Palace. Это может быть итальянский, мексиканский, рыбный, рыбный в том числе для гостей. И также ресторан в Абите-Паньяке с вечерними шоу, очень увлекательными, веселыми. То, соответственно, гости могут посетить один из этих ресторанов. По запросу обычно, да, это один раз за период проживания, но, опять-таки, в индивидуальном порядке, если есть такая возможность, если не очень высокий спрос, могут и увеличить данное количество посещений. Но, на самом деле, по концепции мы оговариваем, никому не гарантируем, скажу так сразу. Но, тем менее, по концепции один раз по одному ресторану гости могут посетить в период своего проживания в IC Hotels Residence непосредственно на территории отеля IC Hotels Green Palace. И, в принципе, так и остальные локации. То есть, к примеру, если утром просыпается гость и желает посетить, к примеру, йогу, либо какое-то спортивное мероприятие, которое проходит на территории рядом стоящего IC Hotels Green Palace, то, соответственно, мы никак не ограничиваем наших дорогих гостей. У них есть все возможности. То есть, по сути, покупая резиденцию, я бы сказала, что они покупают сразу два отеля в одном. Помимо своего комфортного, уединенного мира на территории резиденции, они плюс еще получают дополнительно и возможности, и все локации, которыми они могут пользоваться, на территории именно IC Hotels Green Palace. Кроме всего прочего, тоже немаловажный момент на отдыхе – это, конечно же, спа-центр. Особенно, когда гости провели такой длительный день или, наоборот, в начале отдыха. Хочется расслабиться, допустим, провести время в спа, сделать скрабирование, подготовить свою кожу к прекрасному загару и так далее. Как раз-таки такая возможность тоже у наших дорогих гостей есть. И прямо не покидая комплекс резиденции, поскольку у нас есть отдельный спа-центр, который находится прямо на территории именно IC Hotels резиденции. Гости могут воспользоваться данной возможностью. Спа-центр, конечно же, хамам и сауна работают комплиментарно. Если же гости желают посетить какие-то дополнительные услуги и процедуры, они уже будут предоставляться за дополнительную плату гостям. Там в том числе есть и отдельная VIP-зона с джакузи, где гостей на самом деле просто погрузят в мир спокойствия, расслабления, релаксации. Ну и, конечно, по завершению всех процедур еще и угостят витаминными коктейлями либо травяными чаями. В принципе, основные моменты, о которых я хотела бы рассказать, на самом деле, у меня подошли к концу. Если у вас есть вопросы, я с радостью на них отвечу. Вот ищите, какая все-таки концепция отдыха в отеле-резиденц? Это больше как для романтического отдыха или все-таки можно предлагать и для семей? Насколько я понимаю, какой-то дополнительный китс-клаб у вас в отеле-резиденц нет? Да, именно на территории. Я понимаю вас, да. Благодарю большое, спасибо за вопрос. Действительно, наверное, может быть, не до конца сложилось именно восприятие. Именно, смотрите, за счет того, что резиденции, они в таком своем отдельном мире пространства существуют, там есть определенное спокойствие и умиротворение. Но при этом абсолютно всеми локациями отеля IC Hotels Green Palace гости пользоваться могут. То есть, если мы говорим о более активном времяпрепровождении, допустим, времени, времени в аквапарке, времени, допустим, в детском клубе, посещении вечерних шоу и так далее, тогда гостям нужно будет перейти на территорию именно IC Hotels Green Palace. Всеми локациями, которые там представлены, детский клуб, который работает по возрастам, то есть в зависимости от возрастной категории с теми или иными детками проводятся те или иные занятия, а также, конечно же, детское баночное питание. Если необходимо воспользоваться блендером либо детская смесь потребовалась гостям, все это, конечно же, будет предоставлено. То есть в этом плане, конечно, помогаем. А также хочу отметить, что гости, которые, в принципе, приезжают совсем маленькими детками от нуля до четырех лет, у нас работает и Baby Lounge на территории именно IC Hotels Green Palace в детском клубе. То есть там дети могут находиться вместе со своими родителями. Но есть такая зона, где детки могут полазить, попрыгать и так далее, максимально безопасно для себя и при этом в окружении интересных, необычных игрушек, которые, в принципе, представлены именно исходя из возрастной группы. Это тоже является таким дополнением. Именно резиденции, они больше про спокойный отдых, но при этом, если вы хотите скомбинировать его, если вы хотите добавить немножко разнообразия и веселья, то, конечно, в любой момент для вас доступен IC Hotels Green Palace. В плане именно романтики в зависимости от категории размещения. Вот как я говорила ранее, то, наверное, Бичвилла – это больше про романтику. Но лейк-виллы, лейк-делюкс – это именно для семей. Балийские виллы – для тех гостей, которые хотят больше приватности. То есть на самом деле здесь видите, как получается такой калейдоскоп. В зависимости от того, какие потребности у конкретного гостя, можно выбрать ту или иную резиденцию. Поэтому, на самом деле, они подойдут прекрасно для всех абсолютно гостей. Немаловажным фактором, конечно же, является, наверное, и алкоголь для многих. Поэтому здесь могут тоже гости никак не переживать. Очень разнообразная и расширенная концепция мини-бара представлена. И, допустим, алкогольные напитки, и чивос-регал, и блэйк-лейбл, рэд-лейбл, в том числе в определенных категориях размещения. И многое другое это предоставляется нашим гостям. И хочу отметить, кстати, что на территории IC Photos Green Palace тоже в плане бара, в плане такого времяпрепровождения вечернего, в летний сезон у нас работает бар Mixology. Он находится недалеко от резиденции. И, в принципе, гости, которые там проживают, конечно же, могут им воспользоваться. Там мы предоставляем гостям совершенно бесплатно разнообразные авторские коктейли. И в том числе в вечернее время, а в том числе предоставляется и бесплатный сервис туши и роллов для гостей. То есть это тоже такой необычный формат отдыха может сложиться, если у гостей есть такое пожелание. Поэтому я бы сказала, что на самом деле резиденции являются абсолютно универсальными. В зависимости от того, какие у гостей запросы и какие пожелания, можно выбрать идеальную резиденцию, исходя из них. Подскажите еще, гости Green Palace, они могут гулять по территории резиденции? Или только гости резиденции могут использовать услуги Green Palace? Вот именно в плане использования услуг только гости именно резиденции. Такого, то есть вообще никак не зайти на территорию резиденции, я бы не сказала, что это есть. То есть, в принципе, гости с территории именно IC Hotels Green Palace, они могут зайти на территорию. Но за счет того, что резиденции у нас всего 47, и каждого из гостей, которые там проживают, знают фактически в лицо. Поэтому, допустим, какими-то локациями, услугами, сервисами, которые доступны гостям резиденции, остальные гости воспользоваться не могут. Есть, скажем так, определенные ходы, благодаря которым гости, которые проживают в резиденциях, могут перейти на территорию, основной территории отеля IC Hotels Green Palace, но непосредственно какими-то услугами те гости, которые не проживают в резиденциях, воспользоваться не могут. Ну и плюс ко всему тоже территория пляжа, она отделена у резиденций. То есть у гостей, которые там проживают, у всех за исключением Lake Deluxe View, есть свои пляжные павильоны. При этом как раз-таки в павильоны можно и заказать разнообразные блюда, напитки и многое другое совершенно бесплатно. И на самом деле таких ситуаций, чтобы вы прямо заходили, пытались чем-то воспользоваться, то есть такого, в принципе, не было. Еще какие-то вопросы? Да, в принципе, вопросов пока нет. Спасибо вам большое, коллеги. Если у вас еще есть какие-то вопросы, задавайте их. В принципе, все достаточно доступно, ясно. Я очень рада, да. Если удалось именно всем предоставить необходимую информацию, мы, конечно же, повторюсь, что у нас есть непосредственно также и линк. Я давайте сейчас выключу демонстрацию экрана и отправлю, наверное, в общий чат. Или как мы лучше сделаем? Да, да, вы можете отправить в общий чат, это мы смогут посмотреть фотографии. И скажите еще, есть ли у вас, можно ли у вас запросить концепцию? Да, конечно. Я могу сейчас тогда, давайте, буквально минутку, и я предоставлю все абсолютно, наверное, общим линком. У нас плюс еще напомню о том, что есть телеграм-канал, и мы очень активно ведем, в принципе, социальные сети. Поэтому, если у вас будут вопросы относительно каких-то видео и так далее, которые потребуются в работе, мы всегда, конечно же, рады будем предоставить все необходимое, то, что потребуется. Так, сейчас один момент. Я направлю вам, то есть, получается, все линки и на концепцию, и в том числе на наш телеграм-канал, чтобы вы были в курсе всех событий. Я напомню о том, что на территории именно резиденции подогревается у нас только бассейн Superior Deluxe, то есть, соответственно, другие гости, которые не проживают в этой категории, им пользоваться не могут. Но, если, опять-таки, у гостей есть пожелание воспользоваться подогреваемым бассейном, они могут перейти на территорию IC Hotels Green Balance, допустим, если это межсезонье. Поэтому вот даже те, кто зайдет в наш телеграм-канал и немножко спустятся вниз, вы тоже сможете найти, допустим, фотографии, где термометр замеряет температуру в бассейне и так далее. То есть, на самом деле, мы заботимся о том, чтобы всегда наши дорогие агенты были в курсе всех событий, что происходит в отеле в режиме реального времени. Так, я сейчас вам отправила в общий чат, дорогие коллеги, несколько линков. Здесь, получается, в одном первая строчка – это фактшиты абсолютно все по всем нашим отелям. И IC Hotels Green Balance, IC Hotels Residence, IC Hotels Suntai Family Resort и IC Hotels Airport – также наш отель. В том числе следующий линк – это как раз-таки все фото и видеоматериалы, которые могут вам понадобиться в работе. И заключительный линк – это как раз-таки наш телеграм-канал. Вот, если... Да, все-все есть. Спасибо вам большое за ваше внимание, за ваше время. Было все очень интересно. Надеюсь, у нас будет теперь больше отдыхать туристов в вашем отеле. Хорошего вам дня, хороших продаж, классного раннего бронирования. И до новых встреч в вашем отеле. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо вам. Всего доброго. Да, приглашаем как раз, конечно же, все, кто будет неподалеку от наших отелей, в индивидуальном порядке, пожалуйста, нам сообщайте о том, что хотели бы посетить. Будем рады провести инспекцию, показать отели. Это, конечно же, тоже для нас будет приятно, чтобы вы уже своими глазами увидели, может быть, какие-то дополнительные моменты. Это точно. Просто понимаете, почему у нас появилась такая идея такого формата, так как не все наши агенты могут посетить все отели Турции. И, тем не менее, мы хотим таким образом сделать акцент на продаже ваших отелей. Ну и, конечно, сделать такую дополнительную рекламу. Плюс очень хорошо, когда есть представитель, когда ты можешь задать ему абсолютно все вопросы, узнать что-то новое, подчеркнуть для себя, что можно предлагать гостям в вашем отеле. И вообще очень нам понравилось вот в таком формате. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам тоже. Спасибо, да. Благодарю. Мне тоже очень понравилось. Я еще раз благодарю всех собравшихся, кто нашел время и возможность. До новых встреч. Если будут всегда какие-то вопросы, будем рады, конечно же, помочь и ответить. Взаимно. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.